Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намастей. Мы продолжаем серию наших выпусков, снятых в России. Сегодня мы поговорим на тему, которая волнует на самом деле сейчас больше всего всех. Мы постоянно получаем эти вопросы в комментариях. И несмотря на то, что мы в самом начале той войны, которая идет сейчас, уже говорили много раз на эту тему, но сейчас настало время поговорить об этом вновь. Основной вопрос – когда и как это закончится? Потому что, конечно, люди очень устали, люди страдают, и чем дальше, тем меньше видно свет в конце туннеля. Поэтому для этого нам поможет разобраться Арчена, ясновидящая. Она сейчас у нас приостановила даже ради этих съемок свою работу, хотя очень много заказчиков, очень много заказчиц. Я хочу, кстати, всем из них и всем сказать, что Арчена каждому из вас сделает и диагностику, и исцеление. Все то, что обещано, все то исполняется. Арчена работает здесь в России так же эффективно, как и в Индии, может быть, даже больше. Вот давайте о ней узнаем. Даллин, как вы чувствуете в своем священном работе, о своем диагностике, хищении для людей? В России, не это не удивительно, что вы чувствуете здесь? Вы чувствуете здесь хорошо? Как это? Я чувствую абсолютно прекрасно и месморизованно, потому что энергии очень пюре здесь, особенно мы в сердце nature, и связь здесь очень мощная. Я чувствую здесь себя совершенно прекрасно, фантастически, и поток энергии здесь абсолютно чистый. Мне ничто не препятствует соединению со Всевышним. Дорогие друзья, многие из вас знают, что Арчена проводит диагностику и исцеление. Я помогаю ей в этом. За прошедшие годы мы убедились в том, что проблемы, волнующие людей, похожи. Поэтому мы создали курсы, которые отвечают на самые главные вопросы людей, Здоровье и красота, как сохранить и улучшить. Любовь и отношения, как найти, исцелить и сохранить. Успех и счастье, как достичь цели и жить в радости. Депрессия, исцеление душевно-эмоциональных травм. Выпадение волос, как восстановить волосы. Как бросить курить и пить алкоголь. Теперь вы можете не только записаться к Арчене, но и приобрести у нас курсы, которые помогут в решении ваших проблем. Я рекомендую. Мне очень понравилось. Поэтому, Александр, Арчена, я вас очень-очень благодарю. Я вас благодарю, благодарю, благодарю. Ссылки на эти курсы находятся прямо под этим видео. Но в большом масштабе энергия сейчас проходит через своего рода портал. Это энергия переходная. В глобальном масштабе энергия абсолютной хаоса сейчас. То есть сейчас мы у таких ворот выхода в новое состояние находимся. И за этими воротами все валится вниз. Все вещи опускаются. И мы сейчас находимся в этом времени. Конечно, всех волнует вопрос, кто победит в этой войне и когда она закончится. Потому что поначалу казалось, что все это закончится как-то очень быстро. Потом стало приходить понимание, что это надолго. А теперь у людей появляется ощущение, что это может быть вообще бесконечно. И, конечно, мы зададим сегодня этот вопрос Арчене. Я выскажусь на эту точку зрения со своей стороны. Но прежде всего, что мне видится? Конечно, я понимаю, что обе стороны видят себя в этом конфликте только победителями. И у обеих сторон есть все основания быть патриотами своих стран, быть все основания сражаться и так далее. Но давайте посмотрим все-таки на вещи объективно. Особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто смотрит меня из Украины. Я считаю, что в нынешней ситуации то, что делает Зеленский и его окружение, ну, даже, я думаю, не только Зеленский, поскольку, я думаю, сам он недостаточно самостоятельный. Он бы, наверное, и рад вообще помириться был бы с Россией. Все-таки и дед у него сам ветеран Второй мировой войны. Вот. Это вся вот эта вот одна прослойка, один процент фанатиков, в основном из Западной Украины, которые готовы рвать, резать, рубить, кусать любого, кто хочет мира с русским миром, они стоят позади всех этих процессов. И, конечно же, вот этот один процент фанатиков, он рулит этой ситуацией. И это трагедия и украинского народа, и русского народа. Потому что те приказы, которые отдают сейчас Зеленский и командование, они ведут лишь к одному. Они ведут к тысячам, сотням тысяч совершенно ненужных смертей. В военном противостоянии с Россией Украина совершенно обречена. У нее нет ни единого шанса. Ни единого шанса. И никакие поставки западных оружий не могут этого изменить. Вы поймите одну простую вещь. Вы как-то забываете о том, что Россия это ядерная держава, у которой около шести тысяч ядерных боеголовок. По информации, которую я вот видел в открытом доступе в интернете, Россия обладает двумя тысячами только тактических ядерных зарядов. То есть каждый из этих зарядов способен уничтожить целую армию. И чего может добиться в этой ситуации украинская армия? Ну чего она может добиться? Ну да, она будет воевать героически, она будет сражаться. Но допустим, такую ситуацию, вот просто представьте себе, что Украина начинает побеждать на поле боя и начинает выходить на территорию России. Неужели вы думаете, что Россия не применит ядерное оружие? Неужели вы думаете, что Россия оставит камень на камне от Украины, если будет угроза реальной России? То есть ситуация не имеет выигрыша для Украины однозначно. Или вы неужели думаете, что Путин это тот человек, который не применит ядерное оружие? Ну он же откровенен, он же всегда все прямо говорит, его почему-то не хотят слушать, его почему-то начинают как-то трактовать, выискивать. Он же сказал, что операция будет доведена до конца. До конца. Это означает что? Это означает, что угроза России с юга и юга запада будет полностью уничтожена, нейтрализована. Это значит, что любая власть на территории Украины, которая идет против России, будет уничтожена. Любая армия, которая встает против России, будет уничтожена. И не важно, сколько времени и ресурсов это потребует. Неужели вы думаете, что Путин это человек, который отступит? Ну, наверное, вы просто не знаете этого человека, наверное, вы просто не изучали его биографию. Это человек, выросший в подворотнях питерских. Это там, он вырос в компаниях, где надо было драться за свою жизнь, драться за свою свободу, драться за свою честь. Каждый день рвать, кусать, давить. Он же никому не позволит быть победителем в схватке с ней. И он же, вы вспомните о том, что он же борец. Вы посмотрите, как он увел эту всю компанию. Он же долго-долго, много лет ждал. Он ждал, он позволял, как настоящий борец, он ждал момента, позволяя сопернику самому ошибиться, самому проиграть. Но если борец идет в захват, если он сделал захват, он уже не выпустит до тех пор, пока другая сторона или не умрет, или не сдастся. Так на что вы рассчитываете? На что? Вы рассчитываете на то, что в России может произойти внутренний бунт, какая-то революция? Но это же утопия. Вот мы сейчас находимся в России, здесь нету никаких протестных настроений. Даже запашка маленького бунта нету в природе. Любая оппозиция, которая была, она просто вырвана с корнем. Маломальская оппозиция уничтожена. Лидеров нет, подняться не может. Поэтому исключено какое-либо внутреннее восстание в России, просто исключено. Тогда на что расчет? Зачем, скажите, зачем Украина теряет десятки тысяч своих солдат и граждан? Зачем? Ну даже если их будет миллионы, Россия же ведь не остановится. Россия все равно сомнет Украину. Сомнет, и никакой Запад этому не поможет, но только ценой колоссальных жертв. И вообще, давайте заглянем просто в историю. Ведь то, что сейчас происходит, это война на самом деле не Украина никакой с Россией. Это просто, Украина это вообще новое образование, которое как таковое в древности не существовало. В древности существовала Русь, как известно. Была Киевская Русь, была Владимира Суздальская Русь, была Новгородская Русь. И что они делали между собой в древности? Правильно. Если вы историю изучали, вы знаете, что они бесконечно воевали. Это были бесконечные междоусобные войны. И мне стало интересно, я почитал в Википедии историю Дмитрова. Оказалось, что в 1180 году Дмитров был завоеван и разграблен Черниговским князем. Черниговским. Представляете? А до этого, в середине 12 века, Киев был полностью завоеван и разрушен союзом из 11 русских князей. А в самом-самом начале 13 века, в 1203 году, Киев был завоеван и полностью уничтожен Смоленским Рюриком. И вот так они друг на друга ходили и били, и били. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это то самое продолжение войны Южной Руси с Северной Русью и с Восточной Русью. Вот то же самое продолжение, только в модернизированной версии 21 века. Значит, давайте будем мудрыми, давайте заглянем просто в историю и посмотрим, чему она нас учит. До какой поры русские, одни русских дубасили и убивали друг друга? До какой поры? До той поры, пока не взошла власть Москвы, до той поры, пока Москва не стала настолько сильна в сравнении со всеми остальными, что она просто физически подавила всех остальных и всех остальных подмяла под себя. И самая спокойная часть истории России, когда Новгород, Киев, Владимир и все остальные русские города были под Москвой. И не только русские, но и соседние. Вот когда центр Москва, когда все объединены вокруг Москвы, тогда и только эти распри заканчиваются. А пока не будет такого, будут продолжаться распри. Поэтому центр должен быть в Москве, тогда только на русской земле мир и покой. И, к сожалению, вот огромному демократия в России не приживается. Вот такая огромная территория, такая огромная нация, что неуправляема она через демократию. Только через центр сильный, только через мощный центр. Поэтому сколько бы Киев не упирался, сколько бы Зеленский не упирался, он будет смят, он будет уничтожен. И потеря, вот эти колоссальная, огромная кровь, она будет в первую очередь на них. На тех, кто этого не понимает и готов пожертвовать миллионами жизней. Напрасно, напрасно. Это то, что видится мне об этом, обо всем. Сейчас я хочу узнать, что об этом скажет Арчена. Во-первых, надо понимать, что этот конфликт, это причина для того, чтобы перейти в новое состояние на Земле. Когда я говорю, вот это перейти в новое состояние, я имею в виду самые разные аспекты. И политические, и экономические, финансовые, человеческие. Это процесс, и он долгий процесс. Все, что вам остается, это принять, принять и довериться пространству, что все, что происходит, в конечном итоге происходит к лучшему. Нам следует понимать, что все взаимодействует в мире. Все, что происходит в вашей жизни, ваша работа, ваша встреча с друзьями, с близкими, все в жизни взаимодействует вместе, это единое целое. И тот конфликт, который сейчас там происходит, этот конфликт спровоцирует глобальное пробуждение для всего человечества. И кому дано пробудиться в этот период, тот пробудится. Но не каждый же может произойти, не с каждым может произойти пробуждение, это надо понимать. Законный порядок Вселенной, они произойдут сейчас. Поскольку большинство людей, они совершенно разъединены с Божественным истоком. У них отсутствует понимание глубины, понимание процессов, понимание знаний. И люди легко переводят к осуждению того, что происходит. Вам следует обращаться к собственной пробужденности. Пробужденность это то, что показывает вам процессы, которые идут за видимыми процессами. Когда вы поймете, как эти принципы Божественные работают, вы станете более разъединены с теми событиями, которые происходят во внешнем мире. Есть как бы два мира. Один внешний, в котором вы живете, в котором происходят все события. И ваш внутренний мир. И на самом деле ваш внутренний мир, он гораздо более реальный, чем весь внешний мир. Люди легко переходят к осуждениям, без понимания, на самом деле, тех глубоких процессов, которые происходят. Поскольку основная масса населения Земли, они вот только следуют, скажем так, материальным вещам, материальным интересам. И этот физический мир. Это все равно, как паутина, паучья паутина. И люди, они как бы заключены в эту огромную матрицу. И вырваться из этой ловушки. Есть только один путь. Это путь внутрь себя. До тех пор, пока вы не научитесь понимать свои внутренние процессы, вам не понять и внешних. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это важнейшее послание. Спасибо, Арчену. Пожалуйста, напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на наш канал. Когда будете подписывать, подписываться обязательно, поставьте колокольчик. Потому что только если вы поставите колокольчик, вы будете получать сообщение о том, что вышло наше новое видео. Поставьте ваш лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!